Ремонт, лопнувший между этажами канализационной трубы, Наталья Нагадкина ждала больше двух месяцев. О случившемся женщина сразу сообщила в ЖЭУ, но оперативной реакции не последовало. Несколько недель женщине приходилось убирать все, что стекало с верхних этажей. Когда терпение и силы закончились, пришлось перекрыть воду. У меня здесь стояли полки. Полки были мокрые. Был инженер. Он составил, я не знаю, как это назвать, смета, не смета. Он приходил, составил смету, я подписала, он забрал и отдал в ПЖРТ. В ПЖРТ дозвониться невозможно. Сколько бы я ни пыталась, бесполезно. А ЖКК у них один ответ. Мы бастуем, нам не платят зарплату. И это в Куйбышевском районе не единственный случай. Трубы текут, ремонтировать некому. Чтобы разобраться в ситуации, мы приехали в одной из ЖЭУ управляющих компаний. Люди рассказали, объявили забастовку, потому что им не платили зарплату. Нас кинули по зарплате еще это с июля. С июня уже вообще не выплачивалось. Июнь, июль. У людей у некоторых за апрель не выплатили зарплату. И в итоге это все тянется по сей день. Выяснилось, что все 5 ЖЭУ не принадлежат управляющей компании, а находятся на подряде. Расплачиваться с работниками должен был подрядчик, которому, по словам представителей управляющей компании, деньги перечислялись регулярно. Но до работников в итоге они не доходили. Проблемы выявились и в документах. Оказалось, что некоторые люди вообще официально в организации нетрудоустроены. Нам, когда выдавали аванс 3000, нас заставили подписать бумажки, потому что не давали зарплату. За должность. За должность и все остальное. И заставили подписать оклад на 0,5 ставки. Это нигде в законе не прописано. На все ответы, как если я раньше получал 15600, сейчас я получаю 5600. И то из этого я получил 3000 в августе месяце, и все, на этом все закончилось. Сотрудники ЖЭУ бесплатно работать отказывались. Обратились в трудовую инспекцию, писали в прокуратуру, в приемную президента, написали коллективное письмо в районную администрацию. Ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. С недобросовестным подрядчиком договор расторгнут. Но те, кто не был официально трудоустроен, свою зарплату не получили до сих пор. Управляющая компания наняла новую подрядную организацию, но жители перемен в качестве работы не почувствовали. Жалобами пришли на прием к главе города. Вопрос по работе управляющей компании Кубишки-ПЖРТ. Они, в принципе, перестали исполнять свои обязанности. Содержание дворов, содержание контейнерных площадок. Двор мы чистили жильцами сами всю зиму. Трактор был в считанное количество раз. В общем, все сами делаем. Чистим около подъездов. Окончательно терпение у людей лопнуло, когда из-за вовремя неочищенной крыши в доме протекли потолки в квартирах всего четвертого этажа. Людям опять пришлось нанимать бригаду за свои деньги, чтобы очистить кровлю, несмотря на то, что расчистка крыши входит в перечень обязательных услуг и должна регулярно проводиться управляющей компанией. Административная комиссия обследовала кровлю и подтвердила слова жителей. При этом возмещать убытки, которые понесли жильцы из-за протечки крыши, управляющая компания готова только через суд. Договорные отношения есть у вас и управляющей компанией. И вы являетесь заказчиками тех услуг, которые вам они обязаны предоставлять. Поэтому вы можете требовать. Глава города Елена Лапушкина поручила районной администрации оказать юридическую и организационную помощь в решении вопроса по восстановлению кровли. Жители намерены на общем собрании обсудить вопрос о смене управляющей компании. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова